МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Крымлиф, программа о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня выпуски о таких темах. Отопительный сезон в крымской столице нормально так и не начался. В Севастополе участились пожары из-за обогревателей. ФСБ взялась за организаторов блокады. Обыски коснулись и экс-руководства канала АТР. Глава Меджлиса требует от власти Украины жестче реагировать на репрессии и отключить на три дня электроэнергию Крыму. О гонениях на полуострове и возможности таких мер поговорим с гостем в студии. Долгожданный проект парламентарии приняли во втором чтении документ, восстанавливающий права переселенцев. Российский день народного единства в Крыму. Знают ли люди, что именно праздновали? Ряд социальных объектов и домов в Симферополе до сих пор остается без отопления. Так называемые городские власти во всем винят тепловиков. Дескать, они долго ликвидируют воздушные пробки и прорывы. Симферопольцам от этого не легче. Городские власти Симферополя так и не смогли обеспечить тепло в домах столицы. На начало ноября, это уже как две недели после законной даты начала отопительного сезона, 89 многоквартирных жилых домов Симферополя остаются без тепла. Об этом сообщил так называемый начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Олег Сальцин. Из 1247 жилых домов фактически отапливается 1158. Из 53 дошкольных учреждений нет тепла в четырех из-за ремонта теплотрассы. Также нет тепла в 11 учебных заведениях, но до конца этой недели оно появится. Не креют батареи и из-за прорыва теплотрасс в 11 учреждениях здравоохранения. В начале прошлой недели в крымской столице не отапливалось более 70% жилого фонда. Наладить подачу тепла так называемые городские власти обещали до 1 ноября. С отоплением ничего у нас просто нет. Холод, да как живем, как морожи. Вон, смотрите, одеты, ходим в носках этих, все тапки, все носки, спинка, по двумя-тремя одеялами, ребенок маленький. Ну, это самое, не отапливается, в доме все сыро, холодно уже, очень холодно. Не начинали. Я сегодня попробовал, воды в этом самом нету в системе отопления. Одеваю несколько этих самых теплых светеров, вот это, спасаемся. Х**но, сохраняемся хорошо. Ну, холодно, как пару одеял и спим. Холодно в комнатах, все греются газом, кто греется электричеством, это расходы для людей. Естественно, при наших зарплатах, а в основном живут пенсионеры, им тяжело. Потому и жалуются, пишут в разные инстанции. Ждать, когда же батареи станут теплыми, сиферопольцы устали. Говорят, многие готовы выходить на несанкционированные митинги, чтобы обратить на себя внимание. В Севастополе участились пожары. Только за конец октября их произошло шесть. Мерзнущие люди используют для обогрева электроприборы и печи. Пожары из-за холодных батарей – новая реальность Севастополя. Из-за того, что люди пытаются самостоятельно обогреться электрическими приборами, проводки домов не выдерживают. В лучшем случае выбивают пробки. В худшем – приходится тушить пожар. Затопили, трогаю, обрадовалась, думаю, наверное, тепленькая чуть-чуть батарея. На вечер вообще ледяная, вот можете попробовать. Сейчас около 40 домов отопления не получила вообще. Также почти на каждой улице есть проблемные строения, которые только наполовину могут обогреть тех, кто живет внутри. Отключена наружная теплотрасса по улице Горпищенко, от которой получают тепло 15 жилых домов. Срок устранения аварийной ситуации сегодня. По СГС+, на 2-11-й работает 12 СТП, не работает одно СТП, от которого получают тепло 8 жилых домов по причине неподачи электроэнергии от ЧП тяги. Данные вопросы решаются управляющими компаниями по оперативным решениям. Данная ситуация находится на контроле у департамента городского хозяйства. Однако, несмотря на оптимистические заявления оккупационных властей, за неделю, согласно официальной статистике, на горячей линии поступило более 3 тысяч жалоб о холодных батареях. И это только те, кто еще надеется получить тепло в квартиры. ФСБ начала давление на главу Координационного штаба гражданской блокады Ленура Ислямова. Служба организовала целый ряд обысков. При этом ее сотрудники угрожали родителям и сыну Ислямова. Прокуратура Автономной Республики Крым в ответ возбудила несколько уголовных дел по этим фактам. ФСБ возбудило уголовное дело против владельца телеканала АТР Ленура Ислямова и провело ряд обысков в квартирах. Дело было возбуждено еще 22 октября, отмечают российские СМИ со ссылкой на ФСБ. Однако неизвестно, по какой именно статье. Сам Ислямов полагает, что ему пытаются инкриминировать экстремизм, терроризм и посягательство на территориальную целостность России. В связи с этим делом ранним утром 2 ноября начались масштабные обыски в московском доме Ислямова, где живет его сын. В Крыму – в жилье его родителей. И в домах у экс-гендиректора АТР Эльзары Ислямовой и экс-зам-гендиректора Лилии Буджуровой. После прекращения работы телеканала в Крыму они обе перешли в ООО «Карендонис Продакшн». В доме обеих женщин после начала досмотров отказались пускать адвокатов. Изъяты все электронные носители. Также маски-шоу были и в здании компании «Симсити Транс», где раньше располагался АТР. В продакшн-студии и ресурса «15 минут новостей» изъяли технику. Для миджлиса крымско-татарского народа и для Линура Ислямова все происходящее не стало неожиданностью. «Меня предупреждали. Сказали, или ты все прекращаешь, или мы у тебя все забираем. Все это они сейчас делают. Они свое лицо показывают. Мы ни у кого ничего не забираем. Мы хотим отстаивать свои права. Нашу родину захватил чужеземный солдат. С отцом я уже разговаривал. Отцу даже не показали никакую статью. Сказали, предупредите сына своего. Отец не стал спорить. Все-таки 82 года. Родителям даже не показали, по какой статье идет обыск. Перевернули весь дом вверх дном и уехали. Напомним, несколько дней назад так называемый прокурор Крыма заявил о том, что проводится доследственная проверка относительно гражданской блокады Крыма. А по отдельным эпизодам возбудили уголовные дела. Хранительные органы работают в отношении всех активистов и членов так называемой блокады. Это те граждане, которые нарушают законодательство абсолютно в отношении всех. Ленур Ислямов готовит заявление в прокуратуру Автономной Республики Крым, поскольку его сыну и родителям угрожали. По данным первого заместителя прокурора АРК Назара Холодницкого, дело будет возбуждено по статье 162 Уголовного кодекса Украины. Незаконное проведение осмотра или обыска с применением насилия или с угрозой его применения. В прокуратуре считают, что все эти действия оккупантов давление на политиков, пытающихся отстаивать интересы Украины. Запугивание крынчан и к тому же способ отвлечь людей от социальных проблем. Не стали неожиданностью для Ислямова и Меджлиса и действия, направленные против бизнеса владельца АТР. Так Центробанк России заявил об отзыве лицензии Джастбанка, а самопровозглашенный глава Крыма Аксионов о грядущей смене собственника компании-перевозчика Сим-Сити Транс, учредителем которой является Ислямов. Власти Украины должны реагировать жестче на усиливающиеся в Крыму репрессии, считает глава Меджлиса Рифат Чубаров. Он требует, чтобы страна предупредительно отключила на 2-3 дня электроэнергию Крыму и поставила вопрос о введении эмбарго на российские товары. Украинские власти сделали не все, чтобы должным образом отреагировать на новый виток политических репрессий в Крыму. Так считает глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Когда стало известно о возбуждении уголовного дела о блокаде, целой серии одновременных обысков у людей и на предприятиях, связанных с хозяином АТР Ленуром Ислямовым, и о заочном аресте самого Чубарова на полуострове, государство должно было организовать превентивное отключение электроэнергии оккупантам, считает он. Глава Меджлиса крымско-татарского народа напомнил всем о том, что написала после обыска экзамген-директора канала АТР известный журналист Лилия Буджурова, как ей пришлось везти пожилую мать в туалет сквозь строй автоматчиков, как спрашивала ее восьмилетняя внучка Ева, будут ли в них стрелять. Ради всех патриотов Украины власти страны должны объявить о превентивной мере отключение электричества на 2-3 дня и вынесение на обсуждение вопроса о правах человека в Крыму подчеркнул Рифат Чубаров. Для меня очень часто моральные аспекты, не меньше, а, возможно, в некоторой мере, они важнышими, чем экономические и побудовые. Лилия Буджурова и много других людей, которые там остались, это высокопрофессиональные, высокопатриотические люди, которые остались на этой земле. И в тот момент, чтобы их защитить, мы не только не можем применить эти инструменты, но мы в этот момент, напротив, еще посиливаем оккупантов. Постачание электроэнергии – это кабинеты урядовцев, это военные штабы, это зенитно-ракетные комплексы, которые спрямованы против нас. Россия действительно может принять симметричные меры, поскольку энергосистемы стран связаны друг с другом, говорят эксперты. Но украинский инструмент Ацтрия считает Чубаров, поскольку касается вопроса функционирования оккупационной власти и войск РФ. Он отметил, что 2 ноября разговаривал с президентом Украины об отмене закона о свободной экономической зоне. Работа по подготовке такого проекта ведется, но камнем преткновения стал вопрос отключения электричества. Глава Меджлиса отметил, его необходимо решить, иначе за это возьмутся люди. Что касается требований от органов власти, Рифат Чубаров огласил и еще одно. Участники блокады настаивают на том, чтобы Кабмин как можно скорее вышел с предложением к ООН о введении эмбарго в отношении России. Ведь не секрет, что северо-восточный сосед с нового года может принять такую же меру относительно Украины. Дуже велика имоверность, я думаю, 99% с 1 сечня 2016 года. Росія оголосит нам продовольче эмбарго. Росія это сделает. Росія перестане покупать наши сельско-господарские продовольчие товары. Это все это основное, что завозилося до Криму. То есть, осталось буквально 1,5-2 месяца. Это она делает из-за того, что с 1 сечня вступает в дею экономичная частина ассоциации с ЕС. Почему мы не можем раньше, чем они, сделать и показать, что бывает, когда сделать эмбарго? Глава Меджлиса призывает власти Украины сделать все возможное, чтобы показать Аксенову и Кремлю, что страна умеет защищать своих людей. И гость в студии сегодня Эскандер Борев, член Меджлиса Крымско-Катарского народа. Добрый день, Эскандер. Добрый день. На ваш взгляд, возможны ли какие-то более-менее безболезненные варианты энергоблокады Крыма, на которые власть Украины смогла бы пойти в нынешней ситуации, учитывая, что энергосистемы двух стран очень сильно завязаны друг на друга? На самом деле это очень сложный вопрос, потому что действительно очень взаимосвязаны энергосистемы Украины и Российской Федерации. Но при всем том, мы понимаем, что сегодня у Украины, у официальной Украины, есть серьезные проблемы с официальной Российской Федерацией. Мы практически можем сказать, что идет война. И поэтому здесь однозначно нужно искать механизмы и механизмы воздействия на оккупанта. И поэтому понятно, что воздействуя или перекрывая, или блокируя полностью поступление электроэнергии на территорию оккупированного Крыма, тут мы можем получить очень серьезную ответную реакцию с востока, на востоке Украины, получить серьезные процессы. Но при всем том, есть разные мнения, есть мнение перекрывать частично, но дело в том, что если мы будем частично перекрывать, системы так устроены, что все равно даже через одну линию достаточно будет поступать электроэнергии для того, чтобы эффект электроэнергетической блокады нарушить. И поэтому здесь одно из мнений, которые сейчас бытует, все-таки создать некую подачу электроэнергии полностью только по определенному графику. То есть таким образом воздействовать на оккупанта и продемонстрировать ему, что украинское государство все-таки считает Крым своей территорией, и именно экономическим путем, потому что электроэнергия – это тоже товар, об этом мы тоже должны все знать. И именно таким путем попытаться воздействовать на оккупанта, который и нарушает права человека в Крыму, который нарушил территориальную целостность Украины. По поводу репрессий на полуострове. Сейчас на слуху дела по Чубарову, по Слямову, но мы не забываем о том, что в процессе, в разгаре и преследование по делу 26 февраля и 3 мая, что сейчас происходит с теми людьми, которые содержатся в СИЗО, как на них давят? Ну, конкретно по делу так называемого 26 февраля находятся сейчас под стражей, под заключением 3 активиста. В первую очередь это заместитель председателя Межрисово-Катарского народа Чайго Сахтем, а также Мустафата Герминджи и Али Асанов. Они находятся под стражей только потому, что они не признали вину и не дают те показания, которые от них требует ФСБ и, соответственно, Следственный комитет. Поэтому 19 ноября планируется, что будет несколько судов. И как раз таки 19 ноября прояснит вот всю ситуацию вокруг этого. Но я скажу одно, что, на мой взгляд, и оно как раз все больше, ну, как говорят, пазл начинает сходиться, что 26 февраля, дело 26 февраля направлено на то, чтобы собрать максимум материала против высшего представительного органа Крамско-Катарского народа Межрис. Для того, чтобы его запретить, для того, чтобы у Межриса не было влияния на Крымско-Катарский народ и для того, чтобы были основания, чтобы обвинить Межрис в чем-либо, ну, в правомерных, правонарушениях и так далее. И поэтому те ребята, которые сегодня находятся в СИЗО, они на самом деле те патриоты Крымско-Катарского народа, патриоты Украины, которые не идут на поводу у карателей и отстаивают позицию. Поэтому вот эти последние события, то, что на Чубарова начали уголовные дела заводить и так далее, вот эти все свежие процессы, они как раз и подтверждают то, к чему идет. Кроме того, подтверждают и другие действия, когда обманным путем собирают кромских татар под видом того, что будут разрешать земельные проблемы. Но вы знаете, что кромских татар – это одна из основных проблем. Это очень болезненные проблемы. И под видом разрешения земельные проблемы на самом деле поднимают проблему, что якобы народ не поддерживает Межрис в Катарском народе, тем самым пытаясь зафиксировать это некой резолюцией. И есть несколько случаев, когда люди просто вставали и уходили в зал заседания. Это было в Бахчисарайском районе, это было в других районах. И поэтому это дополнительное доказательство тому, что они пытаются все-таки найти аргументы и обоснование, вернее, тому, что они хотят запретить Межрис. Но запретить Межрис кромско-катарского народа – это все равно, что запретить кромско-катарский народ вообще. Мы пережили это еще в советские годы, когда в перечне народов СССР отсутствовал кромско-катарский народ. Но я думаю, у них ничего не получится. И пока у нас есть еще немножечко времени, я вас попрошу коротко сказать о том, что было на международном форуме в Турции, с которого вы недавно вернулись. Там рассмотрелся крымский вопрос. Да, дело в том, что инициаторами является Центр политического анализа и прогнозирования Крым, который я возглавляю. И это уже второй форум. Кстати, эта инициатива еще возникла до оккупации и аннексии Крыма. И мы ставили задачу наладить контакты, создать такую вот экспертную площадку для того, чтобы способствовать развитию Черноморского региона. Ну и получилось так, что когда началась наша инициатива, в 2014 году произошла оккупация, но мы проводили первый форум в Одессе, второй форум мы уже проводили в Стамбуле, где участвовали эксперты с восьми стран Черноморского региона. Мы там обсуждали замороженные конфликты на территории Черноморского региона. И в основе всех этих процессов был Крым. Потому что форум и назывался, форум экспертов, аналитиков. Крым в контексте безопасности в Черноморском регионе. Есть ли поддержка, вот если можно, да, не очень расширена, есть ли поддержка у других стран, позиции украинской по Крыму? Мы сейчас не можем говорить о странах, потому что это были эксперты. Эксперты этих стран, понимание процессов в Крыму. И они официально не представляли страны, но они работают у себя в странах. И поэтому, конечно, у них есть, потому что это эксперты, это аналитики, есть понимание, есть понимание угрозы целому народу, для всего Крымско-Татарского народа, для всего Черноморского бассейна. В том числе и понимание, потому что были эксперты из Европы, понимание того, что это и угроза безопасности Европейскому Союзу. И как раз мы приняли решение, что мы будем продолжать развивать эту площадку. Мы будем обмениваться информацией. И в первую очередь сейчас будет обмен информацией как по правозащитной деятельности в той или иной стране Черноморского региона, как налажена связь с людьми, которые находятся на оккупированных территориях, потому что Крым, не только Крым, скажем, в Черноморском регионе оккупированная территория, каким образом обмениваться информацией. И один из самых главных посылов, мы планируем, что будем заниматься разработкой стратегии по развитию Черноморского региона и по развитию публичной дипломатии в Черноморском регионе, для того, чтобы таким образом можно было бы воздействовать на то, чтобы в Черноморском регионе было больше коммуникаций и все-таки способствовали тому, чтобы страны выравнивались. Потому что Черноморский регион, он очень сложный. Есть страны с разным социально-экономическим положением, страны, которые входят в различные военные блоки, страны, которые входят в различные экономические и политические блоки. И поэтому важно, чтобы люди между собой больше взаимодействовали, потому что один из посылов, который мне очень понравился, допустим, никогда не разрешится проблема Карабаха, пока не будут демократическими странами Армения и Азербайджан, потому что общество демократическое как раз способствует разрешению этих проблем. К сожалению, на этой ноте нам уже придется заканчивать, потому что наше время в эфире истекает. Спасибо огромное, что пришли. Я напомню, в гостях этой студии был Искандер Бариев, член Меджлиса Крымск-Катарского народа. Парламент Украины принял во втором чтении законопроект о повышении гарантии соблюдения прав внутренне перемещенных лиц. Этого момента уже давно ждали и переселенцы, и правозащитники. Документ предусматривает целый ряд изменений. В частности, чтобы человека признали переселенцем, он не обязательно должен иметь в паспорте штамп о регистрации на территории, с которой уехал. Есть немало других способов доказать факт проживания в Крыму или в зоне АТО. Теперь закон должен попасть на стол к президенту. Глава государства либо подпишет его, либо отправит в парламент с замечаниями для повторного рассмотрения. Переселенцам из Крыма и зоны АТО упростили процедуру оформления своего статуса и освободили от необходимости доказывать его в государственных ведомствах. Парламент Украины во вторник принял во втором чтении закон номер 2166, который значительно упрощает процесс интеграции в украинское общество тех, кто вынужден был покинуть свой дом. Документ, напомним, был внесен в парламент еще в феврале, однако несколько месяцев лежал в комитетах и был принят в первом чтении только летом. Авторы законопроекта несколько месяцев добивались включения документа в повестку дня пленарных заседаний для окончательного утверждения во втором чтении. Однако всякий раз слышали различные причины отсрочек. Одной из них, по словам Григория Немырий, например, стало то, что содержание законопроекта не соответствует тематике нынешней пленарной недели, которая посвящена либерализации действующего законодательства для введения в стране безвизового режима. Чи не будет одним из аргументов «за» або «проти» надання України безвизового режиму стан ситуации с внутрично перемещеними особами, которых уже больше полутора миллионов? На мою переконание, законодательное обеспечение, гарантия интеграции и обеспечения прав внутрично перемещенных осіб мает прямое, безусловое отношение и до такого вопроса, как перспектива безвизового режима для граждан Украины. Потому что внутрично перемещенные особи – это граждане Украины. Еще одним аргументом длительной отсрочки принятия законопроекта, по словам его авторов, было то, что документ не входит в пакет реформ, которые необходимо провести в стране для ее евроинтеграции. Депутат Валерий Пацкан с этим не согласен. А ситуацию с отсрочкой принятия законопроекта связывает с тем, что многие его коллеги по парламенту просто недооценивают важность упрощения процесса интеграции переселенцев украинского общества. Многие, кто, на больший жаль, не понимает проблематики, никто не может перенести в свет этих людей и понимать, что сейчас им необходима помощь. Если бы еще правительство в идеале так отработал свои задачи, тогда, я думаю, что проблематика вимушно переселенных людей в Украине поступово исчезла. Законопроект номер 2166 разрабатывается вместе с общественными экспертами и призван значительно упростить жизнь переселенцев. Теперь, чтобы доказать свой статус, не обязательно будет иметь соответствующий штамп с регистрацией в паспорте. А справка переселенца становится бессрочной, и ее не нужно подтверждать штампом миграционной службы. Законопроект также обязует Кабмин создать единую базу данных внутренне перемещенных лиц, чтобы им не приходилось больше доказывать чиновникам свой статус. Ликвидация этих унизительных процедур и минимизация бюрократических проволочек крайне важны для обеспечения прав переселенцев, отмечают правозащитники. З початком перемирья, умовно люди, які повертаються на Схід України, повертаються в Крим, часто вони це роблять не тільки через те, що там вже все добре. Часто вони повертаються саме через те, що вони не змогли реалізувати свої права на місці переселення. Ми повинні відноситися до них з деякою преференцією надавати не тому, що ми хочемо дискримінувати всіх інших жителів країни, а тому, що я вважаю, не можна покарати людей 10 разів за те, в чому вони не винні. Вместе з тем, один закон 2166 не способен кардинально змінити к лучшему жизнь переселенців. Для їх успешной інтеграції на новых местах жительства необходимы и другие изменения. І наработки для законодательній бази цих змінень вже готові. Однака, вони продовжують лежати в комітетах парламенту. Ми нарахували п'ять нагальних законопроєктів, що стосуються прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, які потребують підтримки парламенту, але, на велике жаль, не знаходять свого місця в робочому графіку Верховної Ради. Ці п'ять документів касаються насущних проблем переселенців із Крима і зони АТО, реалізації їх прав наравне з остальними гражданами України, в тому числе і імущественних, які були нарушені в результаті російської агресії. Російський праздник, День Народного Единства, отмечали на этой неделе в Крыму. Характерно, що в самої Росії, согласно опросу Левада Центра, 55% людей понятия не мають о тому, що именно празднують. Як вияснилось, крымчане, от россиян тоже ушли недалеко. Нікто із запрошенних не змог объяснить, к чому приурочен цей праздник. На оккупированном полуострове, сегодня, выходной, 4 ноября, в Российской Федерации празднуется так называемый День Народного Единства. Праздник этот был учрежден федеральным законом о днях воинской славы России еще в декабре 2004 года. Второй раз после аннексии Крыма Россия і його жителі не ходять в этот день на роботу і на учебу. Накануне мероприятия на торжественному заседанні Госсовета, так называемые руководители Крыма выступили советско-паркетними патриотическими речами по случаю торжества. Крымчан поддержала вся многонациональная Россия. Крым стал символом народного единства и российской государственной идеи. И сегодня мы ощущаем огромную поддержку президента и правительства нашей страны, всего российского народа. А вот так называемый спикер Крыма Владимир Константинов в своей поздравительной речи говорил не о празднике, а как это ни странно, об Украине и о светлом, но далеком будущем полуострова. Нам с вами предстоит упорный труд по созданию Крыму полноценного, процветающего, экономически эффективного российского региона. По мере того, как мы приступаем к осуществлению программы экономической модернизации республики, выясняется, что расстаться с украинским прошлым так просто и безболезненно, как бы нам хотелось, не получается. С утра на главных пропагандистских каналах россиян гипнотизируют видные деятели культуры и искусств, убеждают граждан необъятной во имя страны жить в трудностях и терпеть. У нас на дворе нелегкие времена, у нас кризис, нам трудно, уменьшается достаток. Конечно, это очень тяжело, а посмотрите, какие угрозы. Именно в это трудное время драгоценно наше единство, драгоценно наше братство. Россия – страна, которая соединялась в нерасчленимую общность именно в часы великих напастей и трудов. И сегодня мы не страшимся этих трудностей, не страшимся этих напастей, но соединяемся в наш государственный народный монолит. На самом деле День народного единства учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически это связано с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Знают ли об этом крымчане, журналисты службы новостей «Волна» решили поинтересоваться на улицах Симферополя. 4 ноября – день единства, насколько я помню, в России. Ну, и честно говоря, нет. Хотел узнать, но и так и не залез в интернет. Многое означает. Я родилась в Крыму, так что, в общем-то, это для меня очень важно все. Что-то с историей связано. Что празднует – это правильно. Это я вам точно говорю. День единства – это я не знаю. Не могу так вот ответить одним словом, если честно. День, день, день. Не солидарность, а как его. Потому что Россия празднует, и мы празднуем. Я тебя не имею, честно. Ну, в принципе, я только 1 мая, 9 мая приветствую. Как бы остальное я не знаю. С 2014 года аннексированный Крым и Севастополь фактически находятся под контролем России и в ее правовом поле. Однако 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины, объявив общекрымский референдум 16 марта 2014 года нелегитимным. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Больше информации на сайте Черноморки Блэкси ТВ. А я прощаюсь с вами до следующей недели.